Добрый вечер, дорогие друзья! Седьмой канал, вечерний эфир продолжает проект «Вечер на седьмом». Меня зовут Максим Маленов и сегодня в этой студии обсуждаем тему информационной безопасности в контексте рисков, которые существуют в сети интернет. Загуглить, твитнуть, перепостить или заинстаграмить – все эти слова давно вошли в наш с вами ежедневный обиход. Мы с вами легко используем их, даже не замечая, что еще несколько лет назад не было ни такого слова, ни даже такого явления. Статистика говорит нам о том, что более половины всех пользователей сети интернет зарегистрированы как минимум в одной социальной сети. Причем это не только «Контакт» или «Фейсбук», есть еще масса профильных порталов, связанных с профессиональной деятельностью или нашими интересами. Мы не можем представить свою жизнь без ежедневного приема информационного допинга. Вот лично у меня, к примеру, утро начинается с того, что я обязательно должен ознакомиться с отечественной и зарубежной прессой. Ну вот что нового в мире произошло за те 8 часов, что меня там не было. Далее обязательно идет проверка электронной почты, просмотр новостей и соцсети. На все это уходит примерно 30 минут. И что-то мне подсказывают, уважаемые телезрители, что многие из вас делают примерно то же самое. Это неплохо. Но вот честно, в таком ритме жизни часто ли мы задумываемся о том, что такое информационная безопасность? Наверняка многие из вас сейчас скажут мне, ну какая еще безопасность? Зачем? Ведь интернет – это виртуальный мир. Но вы не правы. Интернет перестал быть виртуальным миром, как только вы разместили в нем реальную информацию о себе. Каждый интернет-пользователь должен забыть о понятии конфиденциальности и сроке давности информации. Ведь любая информация, которая попадает в сеть, будет доступна там через месяц, через полгода, через год, через пять и даже через 25 лет. Любую информацию, которую вы когда-нибудь загружали в интернет, там можно найти и использовать против вас. Сегодня говорим об информационной безопасности в интернете с экспертом международного уровня в гостях в студии «Вечерный седьмом» господин Саммер Шарма. Саммер Шарма – сотрудник Международного союза электросвязи, сокращенно МСЭ. Данная организация с 2006 года занимается обеспечением безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий. Международному союзу электросвязи поручено принять конкретные меры, направленные на ограничение угроз и незащищенности, связанных с информационным обществом. О том, какие меры были приняты и какие реальные угрозы существуют для каждого из нас во всемирной паутине, узнаем прямо сейчас. Добрый вечер, господин Шарма. Спасибо, что приехали. Мы рады в этой студии приветствовать эксперта международного уровня. Спасибо вам большое за приглашение. Я рад поприветствовать вас от имени Международного союза электросвязи. И помогать сегодня в нашей беседе будет переводчик Феодора Дойжа. Спасибо большое, что также сегодня с нами. Но давайте начнем с вопроса о том, какие реальные угрозы существуют в интернете. На самом ли деле они существуют и не преувеличены ли угрозы интернету? What are the threats of cyber security? And are they real? Aren't they exaggerated? In fact, if you look at the past two decades, one of the most exciting innovations that has happened is information communication technologies. Если посмотреть на последние два десятилетия, мы можем увидеть, что самая волнующая инновация, которая произошла, это информационные технологии. Everybody is using mobile phones and 7 billion subscriptions are there. And people are using mobile broadband more often than not. To the extent that even our children, they are using mobile phones, tablets, smartphones. And they are actually chatting and talking and as well as using mobile applications to connect to each other. До такой степени, что даже дети используют телефоны, планшеты и другие средства связи. И они общаются друг с другом. While this is a great opportunity to bring by the digital technologies, it creates great risk as well as vulnerabilities. Информационные технологии приносят не только большие возможности, но и создают также большой риск. I want to say that there are two different aspects, in which people can suffer. One is in terms of the normal users, other is in terms of the children. Существует два аспекта, которые могут принести угрозу. Один касательно взрослых, обычных пользователей, другой касательно детей. People, whether they are in the organizations or they are personal users. Люди, неважно лица организации или отдельных пользователей. So they might inadvertently use, let's say, malware, or they can download virus, or they can receive spam, or denial-of-service attacks. Они могут подвергаться сервисным атакам и получать спамы. At the same time, at the government level, there is a defacing of the websites and a complete denial-of-service, that is also being witnessed. На государственном уровне также могут быть атаки. And this can cause significant economic losses and the loss in the trust in use of ICT. Это также может стать причиной экономических потерь. Я бы хотел поговорить с вами о бытовом уровне, о бытовой опасности для интернета. О том, какие существуют опасности для каждого из нас, когда мы заходим во всемирную паутину, что мы там с чем сталкиваемся. Вопросы о проблемах, которые мы можем enfrentать, когда мы идем в онлайн. Да, давайте я отвечу. Если мы используем интернет, одно из простых вещей, что мы делаем в онлайн-транзакции, то файлы, которые мы делаем, могут infectать вирус, и тогда ваша система может быть infectada. Давайте скажем так, если вы пользователь, и вы пользуетесь онлайн-транзакцией, ваши файлы могут быть заражены вирусом. На более высоком уровне, когда вы выполняете оплату по интернету, ваша информация может быть украдена. Кибератаки – это то, что происходит с взрослыми и даже с детьми. Опасности могут быть намного больше, чем вы можете представить, и уровень хакеров намного выше, чем те, кто с ними борется. Самое важное – это защитить наших детей, поскольку они не осознают, на какие сайты они могут заходить, как они могут себя обезопасить и с кем они могут общаться. Мои коллеги подготовили небольшую информацию, выборку самых главных рисков, которые существуют в интернете. Мы сейчас посмотрим, после чего обсудим. Давайте посмотрим. Вот лишь несколько примеров того, как мошенники могут использовать информацию в открытом доступе в своих целях. Отслеживая переписку подростков, маньяк либо педофил может точно определить, когда и где будет подросток вечером. Профессиональный вор может зарегистрировать страницу от имени ребенка и вступить в переписку с юным интернет-пользователем. Естественно, никто не заподозрит неладного. Родители ребенка, даже если контролируют друзей по переписке своего чада, то в редких случаях контролируют самую переписку. А именно в онлайн-общении злоумышленник выпытывает у ребенка информацию о его семье, о том, куда и когда они собираются уехать. Таким образом, ребенок автоматически превращается в наводчика на собственную квартиру. Похищение детей с целью выкупа. В интернете дети часто хвастаются тем, кем работают их родители. Публикуют фотографии о новых дорогих покупках и автоматически становятся потенциальными целями злоумышленников. Работая по аналогичной схеме, вычисляет маршрут передвижения детей, частоту посещения определенных мест и в самый неожиданный момент совершает похищение. Ну и, наконец, самый распространенный способ – мошенничество. Зная, например, номер вашего мобильного телефона, вам могут позвонить с неопределяемого номера и представиться сотрудником мобильного оператора или банка. Объяснят вам, что у них возникли проблемы с вашим номером или счетом, им необходимо получить от вас личную информацию. Номер паспорта, девичья фамилия матери, секретное слово, пароль и так далее. Безусловно, ничего не подозревая, вы эту информацию предоставляете, а через время узнаете, что с вашего персонального банковского счета пропали деньги. Ну что ж, я бы хотел попросить вас дать самые простые, но понятные рекомендации нашим телезрителям, как обезопасить себя и, в первую очередь, своих детей от рисков, которые существуют в интернете. Я бы хотел бы рассказать о простых способах, как защитить детей и от этих рисков, которые существуют в интернете. Окей, давайте сначала поговорим о Интернациональной Телекоммуникации и нашу мандат. В 2007 году Международный Союз основал глобальную... Таким образом, мы создаем международное сотрудничество, которое обеспечивает кибербезопасность на международном уровне. Когда мы говорим о защите пользователей, в частности, я бы сфокусировала внимание на детях. В 2008 году Международный Союз принял закон о защите детей в киберпространстве. Таким образом, мы работаем с ЮНИСЕФ и индустриальными партнерами. Мы пытаемся создать баланс между правом детей на свободу выражения и их защитой с другой стороны. Если мы установим слишком много ограничений, дети не смогут принимать участие в международном информационном сообществе. На этом уровне существует четыре аспекта защиты детей. Первое – то, что детям нужно знать, когда они пользуются интернетом. Второе – для родителей, что им нужно знать, когда дети заходят в интернет. Третье – это мобильные операторы, поскольку они предоставляют сервисы, услуги, что им нужно сделать для безопасности детей. И четвертое – это политика, регулируемая государством, какие меры должны приниматься, чтобы защитить детей. Это директива, этот закон был пересмотрен в 2014 году. Простыми словами, для детей. Например, когда дети заходят на веб-сайты, им нужно ограничить общение с незнакомцами. Родители должны за ними присматривать, не важно, какими сайтами они пользуются. Нужны технические фильтры для того, чтобы ограничить детей от взрослых сайтов. Кроме того, важным фактом является постоянное обучение родителей, детей и преподавателей. Можно я по ходу уточнения внесу? Взрослыми сайтами, от которых необходимо ограничивать детей. Мы считаем сайты, связанные с порнографией, либо сайты, связанные с насилием, либо и то, и то. Адут-сайты, которые называют фильтровыми. Это сайты с порно или визуальностью? Есть много разных аспектов. Порнография – одна часть. Но есть другие веб-сайты, которые не могут быть более продиктивными, и которые могут быть противопродиктивными для детей. Когда мы говорим о таких сайтах, о взрослых сайтах, это не только сайты, связанные с порнографией или насилием, это те сайты, которые не являются полезными для детей. В частности, дети, которые младше 13 лет. Существуют сайты и темы, которые им не нужны и не связаны с их возрастом. Например, социальные сети. Они не нужны детям младшего возраста. И какие сайты нужны им для образования? Я так понимаю, что вы сейчас выражаете точку зрения в организации, которую вы представляете? И это официальная точка зрения организации, что детям до 13 лет не рекомендуется использовать социальные сети. Что я хочу сказать, в разных странах есть разные ограничения по возрасту, и это один из примеров. В вашем стране, например, если ребенка 14 лет или 15 лет, то в этом этапе вы должны определить, что хорошо для детей и что хорошо для ребенка. И это все должно быть очень четко. В контексте вашей страны, я хочу сказать, может быть, это 13 или 14 лет. На этом этапе вам нужно определить, что является хорошо и что является плохо для детей. И это все должно быть очень четко. Для некоторых стран подростковый возраст с 13 до 18 лет. И после этого подросток становится взрослым. Главная идея не в том, какой возраст. Важно, что вы определяете, что важно для ребенка. И внедрение политики и мер для защиты детей. Занимается вы организацией вопросами психической нагрузки. Ведь мы знаем, что... Вот вы сами привели пример о том, что часто мы погружаемся в информационную среду. И часто используем мобильные устройства за рулем, переходя дорогу. Что мы наблюдаем во многих странах, это установление линии помощи для детей. И на эту телефонную линию дети могут подзвонить и найти помощь, в которой они не нуждаются на профессиональном уровне. Но в таком случае дети сами должны дифференцировать, что они оказываются во вредной для себя среде. В этом случае дети должны определить себя, если они в опасной области или нет. Но когда дети становятся подростками и учатся в средней школе, есть такая тенденция, что они ищут помощь не у родителей, а у сверстников. Или у других людей. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира уже подходит к концу. Он благодарит от имени Международного Союза и надеется, что мы вместе приложим усилия для обеспечения кибербезопасности. Спасибо, мистер Шарма. Напоминаю нашим телезрителям, что гостью программы «Вечер на седьмом» сегодня был господин Шарма, Саммер Шарма, международный эксперт по кибербезопасности. Дорогие друзья, вы сами должны идентифицировать те риски, которые существуют в интернете. Сами должны распознавать их для вас и для ваших детей. Просто для того, чтобы в этом разобраться, нужно быть внимательным. Потому что на самом деле все довольно просто. И схемы, которые используют мошенники, они тоже довольно просты и понятны. Только будьте внимательны и будьте убеждены в том, что всякий раз, когда вы включаете ваш компьютер и заходите в интернет, вы находитесь под прицелом. Но если вы будете это помнить, то тогда будете защищены. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на седьмом, ведь впереди, как всегда, много интересного.